Новая волна Юрмала Здравствуйте! Это Говорит Украина. Я Алексей Суханов. Тема нашей программы «Новая волна. Украина победит». И прежде чем здесь, в этой студии появятся участники от Украины этого года, давайте вспомним историю успеха украинских звезд на «Новой волне». Я чувствую, что я знаю, что я буду знать. Так хорошо, так хорошо, я тебя люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кина! Когда вы смотрите сейчас это выступление, спустя уже 8 лет, что вы чувствуете? Смущение, конечно. Смущение? Почему? Да. Ну, ввиду того, что малоопытный человек стоит на сцене, очень сильно старается, видно волнение. Ну, конечно, меня это умиляет, это не может не умилять. Слушайте, ну ведь, по-моему, именно это выступление могло стать для вас провальным, потому что в момент вашего выступления отключился микрофон, и вы начали его пытаться включать. Да, давайте сейчас посмотрим, друзья, те видеокадры. Внимание на экран. КОНЕЦ Слушайте, но вы стали петь без микрофона. Вас было слышно в зале? Было слышно. Ну, вам слышно даже, что камеры все-таки сняли звук. Но что у меня был другой выбор? Нет, я должна была допеть эту песню до конца. Константин, да, вы помните это выступление? Знаете, очень хорошо помню, как будто это сегодня было. То есть, эта концовка, этой песни, она была настолько драматичной и какой-то символической, когда у человека выключается микрофон, когда у него появляются какие-то препятствия, и он, тем не менее, пытается докричаться, доораться каким-то образом, каким-то чудом. И на самом деле ее было очень хорошо слышно. По крайней мере, члены жюри расслышали ее тембр голоса, и расслышали вот эту вот совершенно удивительную, отчаянную концовку. Я тогда поставил ей десятку, вот, и был под впечатлением. Но, тем не менее, до Тины Карелли никому из украинских исполнителей не удавалось возвращаться домой с победой. Тина была первая, которая попала, собственно говоря, в тройку призеров, да, вот. Да, при том, что Тина не только заняла почетное второе место, Тина буквально запала в душу Алле Пугачевой. Премия Алла и денежный приз 50 тысяч долларов вручается певица с Украины Тина Азаноль! Тина, насколько это было неожиданно для вас, вот такой выбор Аллы Пугачевой? Это до сих пор неожиданно, я вам честно признаюсь. И волнующе, и смотреть спокойно, это невозможно, по крайней мере, мне, потому что я прекрасно помню свои переживания, я отвернулась, там видно. И вот так вот устраивалась цветы, закрыла глаза, и думаю, ну... Вы заплакали? Тебе уже хватит, я так, типа, там, что-то такое себе сказала, и так думаю, ну если мне, я, конечно, буду очень сильно благодарна, но ой-ой-ой, как страшно. Ну, правда. Вот такие были эмоции, и когда я услышала, там просто видно, что я именно вот открыла вот такие глазища, и не знала, где этот букет, и начала потом дарить, так, борись мне, кстати, на эти цветы. Тин, но помимо вот этого приза, 50 тысяч долларов, Алла Борисовна подарила вам какое-то еще украшение. Подарила звезду Аллы, которая, конечно же, хранится у меня, и мама все время меня переспрашивает, ты не потеряла ли эту звезду? Я говорю, нет, мамочка, я ее берегу, у меня все есть, все при мне, и хочу сказать, что очень многие, конечно же, писали, что деньги такие не дошли до меня, или еще что-то. Так вот, они дошли, и еще раз преклоняюсь перед Аллой Пугачевой. За год до фурора «Синекарель на новой волне» туда приезжал Виталий Козловский, тогда еще начинающий вокалист и бывший танцор певицы Русланы. Он решил взять жюри юрмальского конкурса не только вокалом, но и дикими танцами. Мы отыскали видео девятилетней давности, друзья, внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Шекспирно пишет мне про нас, Мы слишком разные с тобой Но в этот миг и в этот час И отбой И отбой АПЛОДИСМЕНТЫ Виталий, вы тоже стесняетесь? Микробонки, да? Да. Не слишком, вот как считаете, вот сейчас? Ну, вызывающе, конечно, вызывающе. Спустя девять лет не считаете, что немножко переборщили? Переборщил, конечно, вы знаете, это был последний номер, это был третий конкурсный день. И тогда был первый конкурсный день, в котором я попал в тройку лидеров, что, естественно, сделало меня счастливым человеком на всю жизнь, наверное, оставшуюся. Но в третий день я понимал, что уже мне, наверное, ничего не светит. И я просто от души вышел, думаю, а я сделаю вот так, как буду чувствовать. А то есть это было без исходности? На всех нервах я начал танцевать, потому что я просто боялся этой паузы, когда, если я просто буду стоять и смотреть в зрительный зал, то есть мне что-то нужно было на сцене делать. И я вот как бы себя оправдывал, свои волнения вот этими, наверное, все-таки дурацкими движениями. А повторить сможешь? Нет, я сейчас так уже не смогу повторить. А что вот на самом деле? Женщине нельзя отказывать. Давайте, попробуйте. Диду, от своих оденок уже 200 роков ходить? Так, был я про него пи... Пытается это повторить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что это такое, да? Пишет, первая пишет и про нас. Спасибо. Спасибо. Слушайте, ну сейчас, конечно, вы более органичны. Сейчас более органичны, да? Да. Я вот помню, я помню, что вот именно после новой волны, именно в моей жизни произошел большой трамплин по концертам, в творчестве. То есть я перед этим победил в проекте «Шанс», который многие знают, помнят. Ну как бы после него, не могу сказать, что что-то происходило сверхглобальное. Просто я приезжал в Киев, участвовал в телесъемках, в концертах, «Песни года» и тому подобное. Ну а потом, естественно, после новой волны уже пошли заказы, уже пошли концерты, заработки такие серьезные первые. Там на новой волне вас и жюри, в частности, критиковали за длинные волосы, за, там, может быть, изощренную пластику. Да, 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 да. Вы знаете, я вот вспоминая новую волну, вот почему-то себя ассоциирую с маленьким птенчиком, который выпал из гнезда, упал в поле и не знаешь, что с ним случится. То ли его кто-то приютит под свое крылышко, то ли по нему проедется трактор. Ну вот у меня было такое ощущение. То есть новая волна для меня был очень серьезный опыт, очень серьезный опыт, которым я пользуюсь по сегодняшний день. Это говорит Украина. Новая волна, Украина победит. Вот тема нашей сегодняшней программы. В эти секунды обсуждение идет и в Москве, в студии телеканала «Россия». Мы сейчас выходим на прямую связь. Москва, добрый вечер. Добрый вечер, Лёс. Доброго вечера, Борис. Доброго вечера. Мы тут, Борис, говорим, что все-таки победа останется за Украиной. А откуда такая уверенность? Откуда такая уверенность? Ну, как откуда такая уверенность? Мы изучили бэкграунд этого конкурса и поняли, что Украина всегда была в лидерах и всегда показывала очень неплохие результаты. А потом, Борь, ты же видишь, дорогой, какой тут настрой, какая тут решительность и абсолютная убежденность в том, что Украина привезет обязательно победу. Это мнение людей, которые я передаю тебе. Мне очень хочется процитировать Льва Лещенко и Владимира Винокура. Нам ли с вами родину делить, ребята? Как-нибудь договоримся. Оставим политику за скобками. Итак, Игорь Яковлевич, начну, наверное, я с вас, потому что очень важно узнать вашу оценку. Насколько силен состав участников в этом конкурсе и каковы шансы на победу все-таки у украинцев? Давайте обсудим эту тему 29 июля. Это все? Хотя бы намек, полунамек, Игорь Яковлевич. Мне кажется, что в этом году самый сильный состав участников. Вот то, что происходило в отборочнике. Лайма, несколько лет назад со сцены «Новой волны» Коля Серга посвятил вам свои стихи. Вы помните их? Нет, конечно, не помню. Не помню. Давайте, Нико, напомни, пожалуйста, какие стихи ты прочел для Лаймы? Для Лаймы. Для Лаймы на самом деле все мои стихи, которые я пишу. Ну а ты, пожалуйста, прочти те, которые прозвучали тогда несколько лет назад. Помогая от желания, я подошел однажды к Лайме и говорю, терпеть нет мочи. Давайте вместе свалим в Сочи. В ответ лицо создало Лайма, лицо кислее цедры Лайма. И отвечало мне без пауз. Нет, детка, ты не Раймонд Паулс. Но я решил, у вас сегодня есть замечательная возможность пообщаться с вами в телемосте. Я продолжу стихотворение, потому что сны-то никуда не уходят. Прошло почти два года с моего стиха, а вы мне так же слишком часто снитесь. Улыбка, глазки, челка и меха, улыбка, глазки, челка и ресницы. Я случаем воспользуюсь сейчас и попрошу вас искренне и слезно. Когда приснитесь в следующий раз, меня по-взрослому целуйте прямо в десна. О, Боже. Лайма, так к чему вот все это? На самом деле мы хотели у вас спросить, а чего вы ждете от участников новой волны этого года? Ну, во всяком случае, не поцелую, конечно, в десну. Я всегда жду, когда выступает участник Украины, потому что это всегда есть уровень. Не зря у вас самые красивые, наверное, девушки. И, мне кажется, очень много саксофонистов, музыкантов. И я думаю, что и в этом году вы нас порадуете. С хорошим вокалом, красивыми людьми. И вот, ну и какими-нибудь стихами более, может быть, элегантными. Мы бы очень хотели задать вопрос Константину Миладзе, бессменному члену жюри «Новой волны». Вы с самого начала в этом конкурсе, да, с самого его начала, с 2002 года. Вы знаете, я с 2005 года, то есть, ну, девятый год будет вот в этом году, как я заседаю в жюри вместе со своим братом. У нас два голоса в жюри, поэтому, сами понимаете, влияние наше недооценивать нельзя. А раз уж мы с этого начали, у вас возникают споры, вот в этом смысле, такие же, какие у нас сейчас возникли с Алексеем Сухановым. А вы перетягиваете Украину, Россию? Вы знаете, нет, дело в том, что Валера представляет Россию, я представляю Украину, поэтому мы даже не советуемся никогда, когда выставляем оценки, мы делаем это не глядя друг на друга. Вот, поэтому объективность абсолютная, и тут не может быть никаких сомнений. А ваши вкусы совпадают когда-нибудь? Наши вкусы иногда просто радикально расходятся и все такое прочее. Уже после концерта, после конкурса мы это обсуждаем, каким-то образом мы выясняем отношения уже закулисно и жестко иногда. В вашей студии находится Тина Кароль. Я знаю, Тина, что вы, как и Дима Билан, тоже принимали участие в Евровидении. И у вас, как и у Дима, есть уникальная возможность сравнить вот эти два конкурса. Так в чем отличие, в чем разница? Всем добрый вечер. Очень приятно сегодня оказаться в такой программе, где есть телемост, где есть мост, который объединяет наши страны, как и, собственно, конкурс «Новая волна». Отличается своим дружелюбием, отличается музыкальностью, отличается тем, что открываются новые молодые имена и имеют возможность принимать участие те ребята, которые еще не стали звездами в своих странах. А, Дим, а вот сказала Тина о том, что Евровидение не очень дружелюбное, действительно так? Я не знаю, просто не могу от Тины Кароль оторваться, она так красиво выглядит всегда, прекрасно. Вашей студии еще одно открытие «Новой волны». Джамала, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как на вашу карьеру повлияло участие в «Новой волне»? Четыре года уже прошло, я записала два авторских альбома, стала дважды певицей года, открытием года, человеком года, вдохновением года и прочее, и прочее. То есть в своей стране дала возможность мне петь на Олимпийских играх, в Берлине, представлять, ну, то есть быть, быть услышанной. Это самое главное, что дает возможность «Новая волна». Я бы вообще даже не сравнивала эти конкурсы «Новая волна Евровидения». О чем вы говорите? Евровидение вообще конкурс не о музыке и не о голосах, к сожалению. Мне кажется, это не совсем приятно слышать людям, которые, например, были на том же самом пресловутом конкурсе «Евровидение». Я считаю, что эти конкурсы сравнивать нельзя, как и художников сравнивать нельзя, говорить, кто лучше из них поет, там, понимаешь, если эти люди уже имеют какую-то популярность. Мне кажется, это не совсем космополитично с твоей стороны, но все же хочу сказать о разнице. Во-первых, можно посмотреть на схему. В Юрмале можно гораздо больше показать свои качества, потому что там существует три отборочных, три дня конкурса. И это невероятная возможность показать себя с разных сторон, спеть хит своей страны. Я не знаю, сыграть на балалайке, потом, я не знаю, спеть каким-то оперным вокалом. Но тот же самый конкурс Евро, это, конечно, речь уже о трех минутах, но это тоже своеобразный кайф, который сравнить, но никаким образом нельзя. Я согласна с тобой, Дима, сто процентов. Но я бы не сравнивала все равно эти конкурсы, потому что конкурс Евровидения, да, это безумно ответственный конкурс. Это конкурс одной песни, это конкурс даже и не музыки в целом, а это конкурс эмоций, непонятной, нет какой-то формулы, что иногда там побеждает, побеждает полный крах. Но, просто я считаю, что новая волна действительно дает большую возможность раскрыться человеку, быть лиричным, быть динамичным, петь хит, петь свою песню, петь народную песню, показать себя в разных действительно гранях. Вот что здорово в этом конкурсе. Но я считаю, что мы выполнили все равно свою главную задачу. У нас в эфире был скандал. Давайте сегодня, давайте сегодня без скандалов. Да, слушай. Костя, дорогой, ты слышишь меня? Я слышу тебя, слышу тебя. Справа от тебя сидит девочка, возьми у нее телефон для меня. Это, между прочим, Мария Еремчук, восходящая звезда украинской эстрады. Рекомендую запомнить. У меня хороший вкус. Сосо, наверное, тогда все-таки вопрос к вам, раз вы вот так вот обнаружились, я вас до этого не видел в зале, к сожалению. Откройте, пожалуйста, самый главный на ваш взгляд рецепт, как победить в этой конкуренции и как завоевать победу, как вы считаете? Верить в Бога и любить музыку, и все. Спасибо огромное, Москва, спасибо. Мы к вам еще вернемся. Это говорит Украина. В этой студии мы узнаем все больше эксклюзивных подробностей из жизни звезд. Впереди неожиданная для Атины Кароль встреча из прошлого. И впервые здесь на ток-шоу «Говорит Украина» выступление певицы, которое понравилось самой Алле Пугачевой. Образ улучшится, репертуар найдется, но то, что дано природой, пусть ей послужит на всю жизнь. Константин, в прошлом году сразу две участницы от Украины стали фаворитками этого конкурса. Книлут и Мария Еремчук, которая сегодня у нас здесь в студии. Она от России была. Так, Нилу, да, Нилу ведь она, по-моему, гран-при взяла. Она от России была. Но это участницы «Голоса страны», то есть ваши подопечные. Это участницы нашего шоу, которое мы делали. И, то есть, Нилу взяла первое место, а Маша взяла третье место. Причем это были выпускницы одного шоу, и я считаю, что это большой успех нашей страны. Потому что, в принципе, и Нилу тоже открыла наша страна. До этого она была совершенно никому неизвестна. Надо сказать, что в шоу «Голос» она особых каких-то больших надежд и на первое место, скажем, она не подавала. Но на конкурсе она сконцентрировалась и так далее. И вот, собственно говоря, выиграла его. Нилу, Россия! Браво! Нилу, Россия! Россия! Первое время! Мария, а вот что вы почувствовали, когда действительно в итоге Нилу опередила вас? Ненависть. Не про какое-нибудь место, а то хоть клипчик дадут, или там что-нибудь еще дадут, или приз зрительских симпатий. Но мне было действительно сложно сходить со сцены, потому что все призы, кроме, конечно, первого и второго, я забрала с собой домой. И это было приятно, это не то чтобы компенсация. Компенсация моего творческого «Я» – это были овации зала. Потому что я туда ехала настолько зажатой, настолько боялась, как же меня воспримут. Я считала, и до сих пор считаю, что я не умею петь, и что я вообще страшная, и вообще не могу я петь на сцене. Какая глупость! Больше никогда не говорите этого! Ну, вот такое какое-то ощущение, страх, ужасный страх. И когда я вот слышала вот эти овации, не только после выступления, а когда просто гуляла по улице Йонас, по Юрмале, и просто в каждой кафешке на меня наваливались люди, чтобы сфотографироваться или подарить какую-то розочку. Вот это много, вот это больше, чем победа. КОНЕЦ Мария, ведь вам, как дочери Назария Еремчука, приходила даже мысль взять псевдоним творческий. Это какой-то минутный такой, минутная мысль, которая сразу же убежала от меня, потому что на самом деле я, ну, невероятно горжусь тем, чья я дочь. Это бы как-то низко и подло, наверное, было бы взять псевдоним. Но, тем не менее, конечно же, очень много критики и плохой энергетики дует в мою сторону, из-за того, что я дочь известного певца. И в том числе, конечно же, Украина отреагировала на то, что я буду представлять единственную Украину в прошлом году. Конечно, очень колко. Внимание на экран. Я с Назарем дружил, мы даже за границей много раз бывали, мы были по Ленинске Комсомола в Индии на фестивале. И сдружились там страшно. Ну, он, конечно, он уже был на Украине, это известно, уже Червонарута была, уже была Смиричка. Я отправил маму отдыхать в Трусковец, по-моему. А Назарий говорит, да, я ее встречу, я ее сам отвезу. Он ее встретил, отвез на машине, туда проводил, там в санаторий все мои отдавали, она себя чувствовала, да. Первой леди в Трусковце. Он такой обаятельный был, конечно. Парень красивый, внутренний, внешний. Но он никогда не сказал. Я знал, что у него два сына, но я не знал, что у него дочь. Вот я вам расскажу такой очень эксклюзивный момент. На «Голосе страны» после очередного эфира, значит, я побежала в раздевалку, и слышу, кто-то сильно кричит, «Маша!» Я не понимаю, кто же это кричит. Я выглядываю, смотрю, это Иосиф Пригожин. Он говорит, быстро одевайся. Я быстренько оделась, потому что меня зовут. Меня за ручку повели, говорит, вот, поставили. Вот, вот эта дочка. Потому что вот спрашивал Игорь Яковлевич, какова же она дочка Назария. Вот, и мы познакомились. Мы познакомились, я помню, дрожь в коленках, в ручках, и везде вообще дрожь, страшно. И Игорь Яковлевич говорит, ну что же, очень приятно. Он мне рассказал очень много деталей из их общения с папой, из их дружбы. И он говорит, ну что? Я говорю, я понимаю, что, боже мой, ну вот у нас заканчивается этот наш разговор с Игорем Яковлевичем. И я его спрашиваю, а может, вы какие-то, может, на становление можете дать по поводу моего творчества? Он говорит, а ты что, участвуешь в этом проекте? А ты что, не идешь на мою волну? Как это ты не идешь? Костя, почему она не идет на новую волну? Слушайте, ну вот в связи с этим вопросом, нужно ли все-таки действительно Марии брать псевдоним и отделиться таким образом от слова отца, как вы думаете? Я считаю, что нужно поднять всю ту музыку, которая была написана, Зария Миромчиком, и возможно сделать, невозможно, а сделать современное прочтение. Кстати, чем мы и занимаемся? Кроме написания своих песен, потому что это уже любимые песни. Мы делаем каверы только в современной обработке, на папины песни, потому что есть масса таких, которые знает украинский народ, а есть масса тех, которые они не помнят, потому что, ну, так исторически сложилось. Течет вода, течет быстрая вода, Течет вода, и минают слезы. Ой, не бежи вода так швидко, Шибачи, слахит на свитка, Ой, не бежи вода так швидко, Гей, гей, гей. Ой, зупиниться хоть на хвилинду, Течет вода не зна зупинку, Течет вода не зна зупинку, Она должна гордиться папой, папа должен гордиться своей дочерью, однозначно. Еще один очень важный подарок был сделан Константином Меладзе. Константин, что вы сделали? Ну, дело в том, что после того, как Маша получила в приз, так сказать, Некоторую сумму денег И количество определенных эфиров по Муз-ТВ Нужно было делать какую-то песню срочно И все такое прочее. И песню написал замечательный композитор Андрей Француз. А я в то время с ним работал в этом шоу «Голос», И я, собственно говоря, взялся ему помочь. С аранжировкой поменял кое-какие там Два-три слова, два-три аккорда. И, собственно говоря, мы записали эту песню с Машей. Получилась такая трогательная и очень голосовая песня. А вы знаете, что сейчас эта песня Зазвучала совершенно по-новому. И, возможно, для вас это будет Абсолютным откровением и сюрпризом. И я абсолютно уверен в том, Что, как и большинство ваших произведений, Эта версия песни снова станет хитом. Итак, здесь, друзья, Мария Еремчук со своим хитом «Со мной опять». Внимание на экран. О том, что однажды было где-то раньше, В прошлом там, где еще не начались пути. О том, что когда-то было просто невозможным, Ты забудь и отпусти. А я на рассвете вновь дышу, Дышу тобою я, Как цветок вдыхаю запах твой. И вдаль, словно птица, улетаю стороною ты. Побудь со мной, любимый мой. Я хочу остановить Время, подарившее тебя И судьбу благодарить Лишь за то, что ты сейчас со мной опять. Лишь за то, что ты сейчас со мной опять. Поплением украинцев Юрмале. Далее вы узнаете, Почему после новой волны Тинни Карель пришлось петь в бронежилете. Впереди уникальные кадры. Новые хиты и откровенные признания звезд. Пожалуйста, не пропустите. Итак, в этом году, друзья, Украину на новой волне будут представлять сразу два исполнителя. Это Аркадий Войтюк и Оля Деброва. Именно из-за этого на полуфинале Переругались все члены жюри. Внимание на экран. Причем, когда я просмотрел всех, Мне показалось, что в этом году От Украины будет только один участник Аркадий. В нем я увидел вот, ну, больших артистов, Когда от них идет свечи. Когда, минуя Киев, Приехала в Москву на полуфинал Оля Деброва. В ней тоже оказалось столько всего непосредственного, Все такого натурального. И такая харизматичность в ней была, Что мы просто пошли заседать И там попереругивались, решились на два места, В ущерб там другим. Украинка Ольга Деброва, встречайте! Тина, вы слышали, кстати, Как поет Ольга? Потому что Оля участвует в проекте Горчица, если я не ошибаюсь. Поэтому я как бы в курсе событий. Как вот вы оцениваете вообще шанс? Мне сложно что-либо оценить, Потому что я слышала Исключительно какую-то студийную запись. К сожалению, часто это Отличается, но раз от живого исполнения. Но раз вы едете, значит, я уверена, Что все у вас супер и круто. Мы сегодня еще услышим, конечно же, Здесь выступление Ольги Добровой. Если есть такая возможность, Конечно же, хотелось бы послушать, То я могу и сейчас. Отлично! Тогда давайте... А, да, не встану. В общем, я не так давно придумала Новый музыкальный инструмент, Который раньше назывался грудофон. На меня здесь хорошее украшение. Я не хочу его портить. Это называется телофон. В общем, я сама себе перкуссия. Я спою четыре строчки, Которые меня всегда вдохновляют И настраивают на хорошее что-то. КОНЕЦ КОНЕЦ Я хочу сказать, что Оля очень смелая девушка, Потому что я бы перед Константином Милайзе Вот так бы не спела бы раньше. Я бы очень застеснялась. Я бы застеснялась. По крайней мере, не так энергично. Но ведь в Москве, когда вы приехали На отборочный тур, вы немного там растерялись. Что пошло не так? Я не растерялась. Я растерялась, когда скачивала фонограммы, почты. Вместо фонограммы оказались ярлыки. И я стою на сцене. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. А вы поете на русском, на украинском хит страны? Ну, как полагается. Мне было бы очень интересно это послушать. Потому что до сих пор вы пели все англоязычные песни. Это одно. А там совсем другое. Тина улыбается, знает, о чем я говорю. А мне кажется, что... Что сейчас говорить? Речь как бы идет о том, Ну, просто для телезрителей, наверное, нужно объяснить, Что люди, которые поют на английском, Редко поют на русском и украинском. Хорошо, на английском. А я пою и пишу на русском. Я думаю, что, судя по голосу, Мне кажется, что все у нее прекрасно звучит. Жамала доказала. Все доказала. Просто был случай, например, когда в прошлом году, Когда я участвовала, что участница от Белоруссии, Она авторскую песню хотела исполнять на английском языке, Что раскритиковал Александр Ревзин И заставил перевести на русский. Потому что как это? Славянка поет английскую песню, как собственный хит. Так что может быть такое. Итак, Ольга Дипрова родом из небольшого херсонского городка. Мама филолог, папа пожарный. В 8 лет родители купили Оле фортепиано «Украина». В 9 она написала свою первую песню. А в 17 друзья помогли снять видео на ее песню и выложили его в интернет. Именно тогда талантливую девушку из провинции заметили участники группы «Горчица». Ребят, выходите, пожалуйста, сюда. Вы нам сейчас раскроете эти тайны. Участники проекта «Горчица». Итак, однажды вы искали себе солистку. Привет. И вдруг в интернете вы нашли ее. Так? Да. Когда нам нужно было искать вокалиста, мне прислали несколько роликов в YouTube, которые я посмотрел. Сидит такая себе девчонка, бренчит на пианино. Но вот то, что я услышал, вот эту энергетику, думаю, надо эту девочку срочно ей звонить. Что я быстренько и сделал. Когда я была в супермаркете и не ожидала, что мне позвонит Алексей. Ты помнишь тот самый момент? Я помню. И что, вот какие первые мысли вообще у тебя были, когда тебе позвонили, сказали? А что вы, кстати, сказали, вот когда набрали? Здравствуйте, Ольга, меня зовут Алексей Горчица, вам удобно говорить? Извини. Стандартное приветствие. Так, нет. И что, вот что вы подумали тогда в тот момент? Я подумала, во-первых, откуда у него мой номер телефона. Потому что под роликом на YouTube его не было. Но потом оказалось. Нашел, нашел, Оля. Я же, ты знаешь, какой. У меня лопата очень классная. Я рою все ищу. Вот, я позвал осенью Олю в студию. Мы еще немножко послушали. Она пришла, сыграла песню, которая уже у Горчицы была в таком своем каком-то видении. Что еще более укрепило мои догадки. Оль, как вы считаете, что все-таки жюри конкурса «Новая волна», полуфинала вас увидела? Вот что увидела? Возможность выкручивается из самых нестандартных ситуаций. То есть, когда у меня нет фонограммы, у меня там что-то с текстом, одна фонограмма была вообще неправильная. То есть, я ее, к сожалению, не прослушала до конца. Оля, очень естественно, а значит, потенциально успешно. Это увидели члены жюри, и поэтому вы в этом году и представляете нашу страну. Бедно так плясала, как сумасшедшая. Да, но тем не менее, это ваша версия. А сейчас мы доподлинно узнаем, что же увидели Ольге представители конкурса «Новая волна», после чего и пригласили ее в Юрмулу. Внимание на экран. Оля есть сегодняшний нерв, Оля есть сегодняшняя возможность такой. По садам и огородам пинг, по садам и огородам по энергетике, по всему вот такое у нее есть. При этом, Монро, так что я не знаю, все это в комплексе, может быть и сработает. Итак, давайте сейчас и послушаем украинскую пинка «Монро в одном флаконе». Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Итак, вот этой песни Ольга Дибро в этом году будет представлять на новой волне Украину. Константин, каковы шансы вот у этой песни, по-вашему? У песни шансы замечательные, мне кажется, потому что, то есть, в принципе, это не конкурс песни, это конкурс вокалистов. И в этой песне Оля, мне кажется, настолько органично, весело, не похоже. Я уже знаю, за 9 лет, какого рода люди выступают на конкурсе на этом. Я думаю, что она будет выделяться резко из ряда вон, и не только цветом волос своих, и цветом помады замечательным совершенно. Это я говорю, как дальтоник. Я не различаю цветов, но мне кажется, очень эффектно. Послушайте, но сейчас главное, видите, наверное, не просто Олю поддержать и как-то действительно задать ей нужное настроение. Очень важно, наверное, еще дать какие-то такие вот напутствия и, может быть, советы для того, чтобы действительно, может быть, взять гран-при. Слушай себя. У меня, да, у меня примерно с Жамалой вот такой совет. Дело в том, что нужно получать наслаждение и получать кайф от того, что в данный момент происходит. Потому что это реально весело. Там все в прекрасном настроении пребывают постоянно. Потому что это такой отдыхательный конкурс, знаете. То есть вы работаете, жюри отдыхает. Вот, Тин, вы там отдыхали, кстати? Нет, я это не до отдыха. Я говорю о членах жюри. А понятно. Мы отдыхаем там на всю катушку, поэтому чем веселее... Надо попасть в настроение. Да, нужно не зарубаться, не волноваться. Просто выйти и вжарить, и спеть, как, не знаю, как, скажем, на своем собственном дне рождения. Прислушиваться к себе, потому что говорить будет очень много. И много, и песня не та, и одета не та, и прическа не та, и все не то. Постоянно. Мне, ну, меняли постоянно песню тоже. Говорили, что нельзя пустить на экран новой волны андеграундную песню. History считалась абсолютно андеграундной песней. Никто не знал History Pilling, никто не знал Propeller Heads. Что это за песня? Это не хит, это не международный хит. Что за чалма, что за каблуки, что... Постоянно все не то, все не то. Поэтому прислушивайся к себе, в принципе, нужно услышать себя. Ну и самое важное. Пиццерия через дорогу от Пегаса. И на Юноси есть армянский ресторан. Кстати, в одном из интервью, Оль, вы сказали, что из всех украинских исполнителей на новой волне вас покорила только одна. И это? Это Джамала. Почему? Она сумасшедшая. В хорошем смысле этого слова. Она настоящая. Когда я следила за конкурсом, я не помню, в каком это году было, у меня мурашки бегали по коже. Серьезно. По-моему, это самый главный показатель. Итак, друзья, давайте вспомним 2009 год. Украинка Джамала становится главной суперсенсацией новой волны. Несмотря на неформат участницы, она не только проходит финал, но и впервые в истории Украины получает гран-при. Вот когда я начала прыгать, это был полный страх. Абсолютно точно. Я не должна была прыгать. Ну, по идее. То есть вы себя перестали там контролировать? Я начала прыгать. Ну, то есть вот эти... Это то, о чем говорил Константин, когда действительно нужно просто жить и... Своими эмоциями. Да. А вам изначально, Константин, понравился выбор Джамалы, той песни, в которой она поехала туда? Я просто хотел бы рассказать о совершенно уникальном случае. То есть что происходило в жюри во время пения Джамалы. Вот это интересно очень. Потому что такого не было за 11 лет ни разу, поэтому случай был совершенно уникальный. Она пела вторую песню, украинскую песню, Верши. Верши. Верши, то есть я почувствовал, что на половине песни, примерно, вот когда она спела полупесни, я сижу просто и просто рыдаю в голос. То есть у меня идут слезы, я ничего не могу со собой поделать. Я посмотрел по сторонам, посмотрел налево, посмотрел на оправа, где сидели все члены жюри. То есть плакали все. То есть ревели, плакали, у всех были открыты рты. И когда она закончила петь, просто я совершенно не глядя ни на кого, я просто встал, поднял свой этот номер, будучи в совершеннейшем шоке. И не изговаривая, встали все члены жюри, просто встали. И кое-кто даже номера свои взял от волнения верх ногами или все-все такое. И просто стояли и стоя аплодировали. Не как члены жюри, а как коллеги, как просто музыканты, которые были совершенно потрясены этим уникальным проочтением этой песни. Николай Басков аплодирует стоя. Игорь Николаев аплодирует стоя. Валерий Меладзе, Константин Меладзе, Макс Фадеев, Ингрид, Леонид Агутин, Пресняков Владимир. Кто еще сидит? 10 баллов ставят все члены жюри, тем самым выражая свой грандиозный респект участнице из Украины, Джамалия. Это было реально фантастически. И в принципе, наверное, ради вот таких каких-то мгновений я и езжу уже 9 лет на конкурсе и сижу в жюри. К сожалению, к большому нашему сожалению, мы вынуждены сейчас отпустить Константина Меладзе по продюсерским делам. Не хотим этого делать, но работа есть работа. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное, Константин. Приходите к нам еще. Спасибо огромное. Внимание на экран. Ну, она очень харизматичная, конечно, певица. Вначале идет ощущение, что она только на сцене такая, а, похоже, пообщавшись дальше, я понял, что она и в жизни такая. Моя младшая дочь, она периодически что-то на голове у себя завязывает, такое умо-помрачительное, и говорит, «Джамава, Украина!» Когда она вспомнила объявление на «Новой волне», вот здесь что-то перевяжет себе. Ну, она такая экстравагантная и в музыке, и в мыслях, и в поведении. Крутой просто влюблен к Джамалу, я знаю. Он очень ее любит. В ней много всего. Включая будущую леди Гагу, которая еще тогда не была, в ней там перемешалась. Она талантливый человек, и она заслуживает того, чтобы выступать в больших залах, и чтобы в этих залах был аншвард. Это говорит Украина 23 июля. В Юрмале грандиозное открытие международного конкурса «Новая волна». Сегодня мы вспоминаем самые яркие успехи украинских звезд на этом конкурсе и провожаем молодых участников в Юрмалу. Вы знаете, кто всех больше болел за Тину Кароль? Я. За Тину Кароль? Нет. За Тину Кароль, а мы выяснили всех больше, болели военные друзья. Дмитрий Жанович, выходите, пожалуйста. Спасибо большое, очень приятно. Итак, не страшно было действительно все-таки отпускать свою солистку? А ведь Тина была солисткой у вас. Да. Не страшно было отпускать ее на «Новую волну»? Мы, когда, помнишь, встретились после тура первого или второго, вот и приехала, говорит, «Дмитрий Жанович, настолько все тяжело, я считаю, что там уже все решено». Вот. Готовили одну программу, да? Там поменяли формат. Ну, как бы я не верю, мне казалось, что меня рубят прямо на конкурсе специально. Вот, то есть тот же Регзин сказал, «Это не формат, ты это петь не будешь». Причем вещи она готовила потрясающе красивые. Да, вот две песни нам поменяли. Ну, не половинку, не кусочек там, не фонограмму, а две песни просто. Все поменяли, все заставили выучить за несколько дней, и вот, видите, очень запоминающееся яркое выступление, которое вот до сих пор смотришь, и внутри все переворачивается. А когда Тина улетала туда, в Юрмулу, как вы думали, с чем она вернется все-таки? Я сказал тогда, если у тебя настроение упадническое такое, что там все решено, то нечего ехать. И она вернулась и показала то, что стоило ехать туда. Вот, причем я должен сказать, что как-то с первого знакомства я почему-то поверил этой маленькой хрупкой девочке. Потому что внутри заложен такой стержень, вот, о котором можно говорить не творческими терминами, а вот какими-то спортивными, понимаете, бойцовскими, боксерскими, ринговыми. То есть она умеет держать удар. И все мы знаем, жизнь, к сожалению, неоднократно несправедливо абсолютно поступала с ней. Но она, тем не менее, не теряла присутствие духа и шла вперед. Выдержав тогда удар в Юрмале, Тина вернулась в Украину и через какое-то очень короткое время полетела в Ирак и Косово. Внимание на экран. У нас есть уникальные кадры. Тина Карель на вертолете и в бронежилете. Зачем все-таки вы решили отправиться действительно в горячие точки? Тин, зачем? Зачем вам в горячих точках быть? Если можно, я объясню. В нашем коллективе очень старые и богатые традиции. Еще с 1939 года со времени организации этого основания ансамбля, вот, это были фронтовые концерты. Поэтому и сегодня Злата Огневич, допустим, вернувшись с Евровидения, через три дня улетела в Косово. Таким же фронтовым концертом. А Тиночка выступала в Ираке, в Косово, по-моему, там и перед нашим батальоном, перед польским батальоном. Министр обороны летал. У меня вопрос, Тина, сколько у тебя боевых прыжков с самолетов? Прыжков нет, но у нее есть боевая награда. У нее есть медаль от министра обороны. За труд и отвагу перед отечеством. И медаль, кажется, я их не считаю, но кажется, за то, что я побывала в горячей точке. Спасибо большое. Это город Украина. Далее вы узнаете, кто из украинских певиц ради участия в «Новой волне» похудел на 9 килограммов. И кому из участников пришлось принести свадьбу ради выступления там, в Юрмале. Единственный исполнитель, который здесь у нас сейчас находится в студии, отличный от всех вас, уважаемые наши гости. Потому что он единственный публично заявил, что он не умеет петь. Но зачем он тогда поехал на «Новую волну» в Юрмалу, это совершенно непонятно. Коля, зачем ты это сделал? Ну я-то заявил в Украине, я хотел еще заявить об этом на все страны СНГ. Ах, вот так вот, чтобы тебя все-таки... Ну и плюс, на самом деле, если просмотреть наше выступление, то видно, ради чего все делалось. После финальной песни, третьей, я продиктовал номер телефона для заказов на корпоративы. И пошло, как говорится. Плюс три. 8-0-63-702-702-6. Корпоративы, свадьбы, концерт в вашем городе. Возможно, разогревы. Спасибо. Всем присутствующим 50-процентные списки. Вот сразу понятно, что конкурсант из Одессы. Коля Серега. А, кстати, много корпоративов стало после этого? Да, мы до сих пор ездим в Москву часто. Прорвало. Ну давайте посмотрим, собственно, как отжигал Коля Серега там в Юрмале. Держись от него подальше. Печально сказал, какой-то плаша. Я пятый, только я не такой. В моих руках ты летаешь, как снег. Тебя уносит теплой рекой. По небесе. Что такое «не умею петь»? Я помню, когда я отбирал ребят на фабрику, на четвертую, стоял Тимати. И в глазах у него столько было мольбы «возьмите меня, я все равно стану звездой». И петь он совершенно не мог. Вот он, пожалуйста, на минуточку целое направление подтащил. Коля Серега. Талантливый парень. Я не знаю, что у него происходит на Украине. И вот как раз ему не обязательно быть вокалистом. У него в голове все сложено по другим законам. И я думаю, что такой персонаж, который может собирать публику. Что-то с залом, кстати, творится невероятное. Ребят, и вам вот это нравится? Виколе Серега. Украина. Игорь Николаев ставит 116 баллов. Слушайте, ну оценки-то стали действительно очень высокие. Они тоже стебались члены жюри? Наверное, да. Но подходил ко мне Игорь Николаев на VIP-автопати. Нас пригласили выступить после всего действия. И он сказал, что он очень хочет диск. Но, по-моему, он меня потом забыл, потому что была ситуация, когда я вел концерт «Детская песня года», по-моему, в Москве. Тебе и такое поручают? Да. И мы пошли записывать финальную песню. Там была студия Игоря Яковлевича. Вот вы, наверное, помните, на «Новой волне» был звукорежиссер Игоря Ореша. Помните такой был? Да, все его знают. Замечательный паренек. В общем, я пришел, записал какую-то строчку, уходил, шел наверх и спрашиваю у кого-то, извините, а где Игореша? Хотел попрощаться. Мне говорят, вот в комнате. Я захожу, Игореха, все, я отвалил. И там стоит Николай, смотрит на меня. Говорит, ну давай, Коля. Слушайте, ребята, я вам скажу одну вещь. Музыка – это, в первую очередь, настроение. Можно создать настроение супремощным голосом и какими-то соплями, слезами. А Коля создал настроение другим способом и тоже достиг своего. Вот и все. Ради участия в «Новой волне» многие участники готовы на многое, даже сбросить лишний вес. Сегодня у нас в студии сидит одна исполнительница. Очень красивая, харизматичная, замечательная, конечно же, талантливая. Она сбросила аж 9 килограммов. Мила Нитич сегодня здесь у нас. Да, это, пожалуй, единственное, чем я могла запомнить со всем участникам и жюри «Новой волны». Ну, давайте не скромничать. Но, Мила, это действительно было условие, одно из условий тоже режиссера? Ну, как сказать условие. Когда я приехала на киевский отборочный тур, так уж получилось, что после моего номера Александр Дмитриевич Ревзин попросил подойти к жюри. И я подошла, он со мной познакомился, он переспросил, как меня зовут. И я представилась, он говорит, сколько лет? Я говорю, 18. Он говорит, нужно похудеть на 8 килограмм. Говорю, да я уже на 7, типа, похудела. Ну, такая, ну, мало, надо еще. Я стала худеть. Это, конечно, было очень сложно для меня, потому что девушка, я была такая, кровь с молоком украинская, щекастая. Давайте же все-таки посмотрим, как, тем не менее, тогда выглядела наша Мила. Внимание на экран. Образ улучшится, репертуар найдется. Но то, что дано природой, пусть ей послужит на всю жизнь. Ей аплодисменты потрясающая певица Мила Нитич, Украина. И 50 тысяч долларов. Мила, а кто первым позвонил поздравить? Конечно же, мама. Мама звонит, плачет. Дотя, я не верю, что ты... Я говорю, мам, я сама не верю. Я действительно, у меня был такой глубокий шок, потому что я не ожидала этого ни в коем случае. Заняла я всего лишь пятое место. И я не думала, что так получится. Но тем не менее, тогда, в тот день, впервые заплакал ваш папа. Это так? Да, он позвонил. Я вам процитирую фразу, простите за фамильярность. Он позвонил мне и говорит, Дотя, я тебя поздравляю. Я говорю, пап, ты что плачешь? Да, я тут сижу и плачу, а корова. Это было самое яркое ощущение в моей жизни. Самые яркие слова, сказанные моим отцом для меня. А потом плакала Мила, папа и мама, потому что я забрал 50 тысяч. Итак, давайте, друзья, все-таки сейчас посмотрим, как же Мила Нитич изменилась с тех пор, как она вернулась с новой волны, и следует ли, собственно, она советам Примадонны. Внимание на экран. Встречайте, пожалуйста, Мила Нитич и песня «Каюсь», клип для которого снял Алан Бадоев. Я не жалею ни о чем, Я не жалею, что любила, Но хочется вернуться в дом, Где за судьбу сама решила, И мне найти один предлог, Чтобы с любовью не проститься, И среди тысячи дорог С ней на одной остановиться. Слышишь, каюсь, Сердце на части не пропало, Счастье мое Слышишь, каюсь, Как же случилось, что я потеряла тебя? Так нелегко Знать судьбу свою в лицо, Не потерять Прочек счастья своего, Чтоб не искать по-то предлог, Как нам с любовью помириться И носит тысячи дорог Случилось, что я потеряла тебя? Новая волна 23 июля. Всего через несколько дней телеканал «Украина» будет вести прямую трансляцию самого яркого события лета 2013 международного конкурса в Юрмале. Украину в этом году будут представлять сразу двое исполнителей. Одна Ольга Деброва уже здесь у нас в студии и также Аркадий Войтюк, который уже готов появиться здесь в этой студии. Аркадий Войтюк, встречайте, пожалуйста. А я в шестую. О, быстро. Добрый день, добрый день. Аркаш, слушай, середина лета, насколько я знаю, были планы, которые пришлось переносить из-за этого конкурса «Новая волна». Да, это действительно правда, это действительно правда. Мало быть в конце липня-веселия у нас. Мало быть, но оскольки все-таки сейчас новая хвиля появилась в моем жизни, мы его трошки перенесли, буквально на трошки. Юлечка, ты у нас вот здесь. Пойдемте, Каркаши. Вот и наша Юля. Какая красивая, красивая пара. Юля, ну вот как, мне кажется, это весьма обидно. Важное событие в жизни. И сразу мужем еще не стал, а уже планы какие-то неотложные нарисовались. Почему должно быть обидно, если есть у человека цель, и я думаю, что важнее всегда достичь цели, а потом уже сделать то, что, я думаю, никуда не убежит. Не боитесь отпускать его туда, на новую волну? Нет, конечно. А там ведь столько соблазнов. Там, знаете, сколько соблазнов? Луна в мой нахореограф. Да, так что? Ах, вот как еще. Так у вас, значит, еще и творческий дуэт такой. Да, да, да. Понятно. Аркаша, вы, я насколько понимаю, очень запомнились тогда на дворочном туре в Москве. Прежде всего тем, что вы при любой ситуации общались даже с русскоязычными членами жюри на украинском языке. Ну, я ж нормальный пацан, ченек. А я нормальный пацан. Да, но ведь они вынуждены были как-то понимать. Я вам скажу, что там все украинцы сидят, они просто притворяются, серьезно вам кажутся. Киркоров – заслуженный артист Украины, Басков – заслуженный артист Украины, Меладзе – с Украины, брат его с Украины – это коррупция, ребята. А вот, что говорит Игорь Крутой, внимание на экран, друзья. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, пани и пановы. Пани и пановы. Добрый день. Я каю. Я каю. Он говорил на украинском, все его понимали, отвечали на русском, там, кому он обращался, я заметил, он отвечал на украинском, это никого не вызывало, никаких нареканий, ничего не было. Не, здорово, здорово. Юль, а как вы думаете, все-таки, насколько успешным может быть выступление Аркадия на новой волне? Это будет зависеть только от него самого. И от того, как я, естественно, его настрою, грубо говоря. Аркадий, это правда, что вся твоя семья настаивала на том, чтобы ты все-таки стал врачом, хирургом, но ты однажды взял гитару и пошел петь. Было дело, да. Но, взагалі, в мене батько хотел, чтобы я там грав на гитаре, буквально там десь на рыбалці, перед костром, для него, чтобы душа развернулась, как он каже назад, свернулась. Да, там, під раке, під рыбу, під рыбалку, чтобы я там гонял. А потім, мои вот такие вот бажання все-таки переросло. Я выиграл Украину по бардівским пісням. Потім пішов, мы в КВН играли, с 95-м кварталом співпрацювали, с Масляковым, в высшей украинской різе. Потім я пішов, нашел «Х-фактор», где все в нас, звичайно, думали, что это все куплено и так далее. После «Х-фактора», звичайно, это новая хвиля, аналогично. Тобто, все вот так у меня по маленькому, там по ступенькам пішло вверх и вверх. Мы приглашали твою маму в студию, но она, к сожалению, не смогла приехать. Но зато мы отправили туда, в твой родной город Ковель, нашу съемочную команду. Там-то и мы сумели поговорить с твоей мамой. Итак, друзья, Ковель на связи. Танюш, добрый день. Представляете, кто рядом с вами? Вітаю студия. Тут в центре города пришло безлеч людей провести Аркадия на новую хвилю. Весь Ковель с нетерпением чекает на его выступ в Юрмале. Поряд зі мною люди, які найбільше хвилюватимуться за Аркадия. Це его мама, сестра и классный керевник. Вікторія Дмитриевна, скажите, будь ласка, чи одразу ви погодились на съемки у клипі своего сына? Ну, честно говоря, коли Аркадій запропонував мені приїхати в Київ, я не знала, що я маю зніматися. Я, звичайно, погодилась, ну, а потім вже було пізно відступати. І це була приємна хвилина мамі обійняти дорослого сына. Що ви бажаєте Аркадію на новій хвилі? Побажаю йому перемоги. Якщо він вже потрапив на цей конкурс, то нехай повертається з перемогою. Ми всі бажаємо йому якнайкращих успіхів і покращити всі свої здобутки і перейти на вищий рівень свого таланту. Весь коваль тримає кулички за Аркадія та бажає йому удачі. Наш Аркадій кращий! І так Аркадій действительно не только снял в клипе свою маму, він посвятил їй песню, с которой, собственно, і поїдет на нову волну в Юрмулу в цьому году, де буде представляти Україну. Внимання на екран, друзі. Кожен день просто річ, подзвонив лише, забуваю все, що живий і здоровий, скажу я їй, вона зрадіє вже. Завжди буду для тебе дитиною, такою милою, хоча й за 20 є. Але життя моє таке доросле і зле, коли нема тебе, коли нема тебе. Мамо, що був і для тебе так мало, я так люблю тебе, мамо, чуєш, мамо, 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 мамо. А давайте оплесками подякуємо нашим бабулечкам, красотулечкам, що варно нас виховали, що витримали нас. Дякую, малики, спорсені. Справа для всіх мам, Аркадій Бойтюк. Дякую. 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 Потрясающе, лирическая песня, отличная. Как вам? Вот, Виталь, пока шла эта запись, ты сказала, що дуже красива, що це пісня. Дякую. Але має ли она шанс? Це дуже правильна пісня, тому що любви багато в жизни, і ми о неї поєм дуже часто, і описуємо її по-разному. То ли нас бросають, то ли ми счастливи в цій любви. А ця любовь непринуждённа, она рождается в нас сразу. Любовь к родителям, любовь к маме. Понимаете? И в моём случае, когда я снова-таки был на новой волне, я получил третье своё призовое место, но в одном из конкурсных дней, тоже благодаря песне о маме. Песня «Черновривці». Всё-таки, имеет ли шанс лирика... Я понимаю, что вы сами написали эту песню. Конечно, да, и посвятил своей маме. это очень чувствуется. Но вот эта вот лирика, эта искренность, востребована ли она на новой волне, и может ли она иметь шанс на успех? Вообще лирика. Я думаю, что такие песни, они всегда будут иметь и успех, потому что они близки каждому. Я скажу одну вещь, нужна поддержка Украины, публики, и чтобы он чувствовал, тогда у него будет уверенность. А не то, что, как Москва провожала на Евровидение Гарипову, и как наши провожали Злату Огневич, была какая-то убогая ведущая, два полупьяных эксперта, и больше никого. Извините, ведущий по этому поводу надел сегодня свой абрикосовый пиджак, который, извините, надевает только по торжественным случаям. Публика тоже вся в восторге. Вы чувствуете, что в принципе вас поддерживают, и вам желают исключительно победы. Вы чувствуете вообще? Я, я. Вы должны быть благодарны телеканалу Украины за вот такой эфир, за то, что вас показали, за поддержку такую, и то, что сегодня столько служб работает для того, чтобы вас высветить. Вот мы сегодня оказались здесь, чтобы вас преподнести в итоге. И на самом деле, поверьте, если бы у нас у каждого была такая возможность, мы бы действительно ей воспользовались, потому что вам уже, уже, вы уже известны чуть-чуть, вас уже знают, и вам симпатизирует вся страна уже, уже хочется. Это говорит Украина. Дальше еще больше эксклюзива и телемост с Москвой. Российские звезды раскроют закулисные подробности юрмальского конкурса и расскажут, кто из украинских исполнителей их не просто удивил, а шокировал там, в Юрмале. КАВАЖИН Украина всего несколько дней осталось до открытия международного конкурса «Новая волна». Ольга Дипрова, Аркадий Войтюк, каково из них больше шансов на победу? Мы снова на прямой связи с Москвой в студии телеканала «Россия». Происходит примерно то же самое, что и у нас здесь. Все ждут открытия международного конкурса «Новая волна» в Юрмале. Там болеют за Россию, мы здесь болеем за Украину. И здесь абсолютно все уверены, что Украина победит. Валерия, чем вас все время удивляют, возможно, исполнители от Украины? Ну, как сказала Лайма, действительно, очень высокий уровень профессиональный. И мы видим, действительно, в лидерах, в общем, украинские исполнители регулярно у нас находятся на конкурсе. Так, вот так складывается. И это радостно. Ну, посмотрим, как будет в этом году. Я думаю, что в этом году Украина тоже нам на конкурсе какие-то сюрпризы приготовит. Будем ждать. Будем ждать. А там посмотрим. Да. Анжелика, Анжелика Варума, это уже вопрос к вам. Я знаю, что вы родом из Львова, и наверняка тоже следите за украинской эстрадой. Вот чем вам запомнились украинские исполнители на «Новой волне» и чего вы ждете от них в этом году? Украина безусловно музыкальная страна. Одна из самых ярких. И я пользуюсь случаем сегодня, думаю, что больше у меня такой возможности в ближайшее время по крайней мере не будет. Хочу сказать, Джамала, вы мой кумир. Спасибо, это взаимно. Игорь Яковлевич, и все-таки заключительный вопрос к вам, потому что слишком лаконичны вы в своих ответах от главного отца конкурса, что ли. Хочется услышать немного больше. Правда ли, что есть какие-то новые условия и условия не только для участников, но и для звезд, которые приезжают в Юрмалу? Это действительно так. Впервые наш конкурс будет проходить в режиме прямого эфира и живого пения. И целиком живое все будет в концерте Леонида Агутина, будет живой оркестр, живое пение. Все остальные дни будут живое исполнение вокала. Вот оно отличие. Москва, спасибо, желаем вам удачи и, конечно, держим кулаки за Россию. Настоящий скандал вызвало на новой волне появление в Юрмале украинской группы «Поющие трусы». Все бы ничего, только название группы никак не устраивало организаторов конкурса. И у нас здесь Ольга, одна из солисток группы «Поющие трусы». Итак, правильно ли мы понимаем, что организаторы просто буквально настаивали на том, чтобы вы изменили свое название? Совершенно верно. Даже хотели сократить название до ПТ. ПТ. Мы вообще думали даже прикольнуться, то есть ПТУ, «Поющие трусы Украины», как бы, красивенько так зашифровать. Ну, давайте посмотрим, что же там происходило тогда на новой волне. Внимание на экран. Не надо. Трио из Украины «Поющие трусы». Это была ошибка называть их трусы, потому что их вся фишка в том, что они трусы, да. И, ну, трусы в хорошем смысле, в бренде. Мне кажется, это интересно, и мне показалось, что все корпоративки их будут. Пересадит кожу скопы на лицо, Передвинет вправо левое ребро. Выровняет ноги, увеличит грудь. Буду я красива, а ничто не будет. Действительно, вы были там с звездами самыми настоящими? Местного разлива, да. Да, Володь. В то время, когда девочки и мальчики на конкурсах выступали, поющие трусы ночью зарабатывали деньги уже. По паспорту я. Ольга, в жизни я шпот, Меня так назвали за маленький рот. Поехала с парнем, Египет развлекаясь, Ходила там на море, А он ходил в ухаре. Я, Настасия, люблю, чтобы много, Люблю, чтобы быстро и очень-очень долго. А потом сигаретку люблю покурить, Выщок в окно и опять повторить. Ой, тили-тили-тили-тили, Ой, тили-тили-пас, Опять под шуфу детского все будут нас опять. Мы долго в шоу-бизнесе, И нам не привыкать. Под какую музыку нам петь и выступать. А Маша Сапко везла тем временем в Юрмалу чемоданами свой гардероб, так? Ну, на самом деле, как и Джамала, я везла тоже, мы готовились, И ставка была не на гардероб. Ну, подождите минуточку, подождите. Значит, Юрмала «Новая волна-2011» Пять чемоданов с платьями и 25 пар обуви. Не считая Вьетнама за кроссовок. Нет, это у меня дома осталось, Это все, что было, понимаете? Это приходили снимать, то, что я возьму с собой. А то, что мы с собой взяли, это костюмы, Которые, в принципе, оказались потом не нужны. Абсолютно. Вот дали каждому своего дизайнера И уже начали работать. Нравится, не нравится, вот так будешь. Но факт, что внимание публики, зрителей И вообще обитателей тогдашней Юрмалы Притягивал не только ваш голос, Но и полупрозрачные наряды. Внимание на экран. Ну, давайте. Я тебя люблю, А ты в меня опять Стреляешь фразами Больно и тепло Я тебя люблю О, Боже мой, какие же мы разные Покорительница всех мужских сердец Этой новой волны Мария Савко Да, на нашем конкурсе она была неотразима Поздравляем! Вот возвращаясь опять к нарядам У меня есть своя теория. Мне повезло, я скажу, что предыдущие конкурсы Конкурсы новая волна, да, состав участников, он был безумно сильный. Вот взять Джамала, когда участвовала, там был Санди, была ты, Мила была, и это была безумная такая какая-то ядерная бомба прям. А у нас он немножечко был слабее. Тут уже как удача, везение, как у тебя получится. Но я не думаю, что наряды взяли, честно, вы меня прям обижаете. Нет, нет, я не об этом говорю. Красивые ноги – это хорошо. Она была прозрачная выше пояса, она была в нужном месте прозрачная. Спасибо. Слава Украине! Просто, нет, вы понимаете, сегодня все наши разговоры о том, чтобы помочь действительно и Аркадию, и Оле достойно представить Украину. То есть от каких-то абсолютно неожиданных моментов, когда вот у Тины отключается микрофон, до одежды – это все очень важно. Вот мне кажется, каждый случай, он уникален, как каждый артист. Нельзя взять шаблон вот всех на прокрустово ложе и обрезали. Нет. И дать рекомендации. Да, но абсолютно невозможно. Будете действовать там по ситуации, как вам там повезет. И вот внутреннее чутье, старайтесь все-таки, прислушивайтесь и учитесь. И не прислушиваться на самом деле даже никому, потому что вот мне было вдвойне сложнее, потому что кроме, конечно же, Ревзина, который был против первой песни в первый конкурсный день, были против все, даже самые мои близкие, все мне говорили, откровенно говорили, Машенька, ты не потянешь, ты не возьмешь эти ноты и не споешь. Все говорили, даже самые близкие. Вы не представляете, какой это был депрессняк. Все платья, которые мне одевали в конкурсный день уже, они на мне все висели и все мне закалывали. Я так похудела от этих нервов. Сережа, здесь у нас в студии, он готовит наряды, Сереж, правильно, для Аркадия. Можете сейчас какие-то приоткрыть секреты, что в чем будет Аркадия? Это будет классика или что-то необычное? Смотрите, просто так я вам все секреты не открою, но мы на каждую песню готовим по несколько вариантов на утверждение для Ревзина. Ну, хотя бы цвет, в чем, в каком цвете будет Аркадий? Просто песни очень разные, ну, поэтому на каждую песню разная колористика, а на маму так вообще должно быть что-то. Значит, в отличие от скрытого абсолютно Сережа Смолина, мы сейчас откроем тайны, в чем же будет наша Олечка. Там на новой волне 2013 я приглашаю в студию дизайнера Елену Бурбу и ее моделей. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лена. Елена Бурба. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, в одном из этих нарядов, правильно мы понимаем, будет Оля? Это загадка, я не скажу, будет такой наряд или не будет. И вы не хотите нам ничего рассказать, ну, хотя бы в ствол тайны. Но будет в этом стиле однозначно. Мне нравится ваше платье, вот ваше платье самое крутое, я считаю. Подождите, ну там же бебешка нет в жюри, поэтому не надо. Подождите, что значит загадка? Вы сами еще все-таки до сих пор не выбрали в чем? Я думаю, дизайнеры сами замешательствуют ввиду господина Ревзина и задач, которая будет стоять непосредственно на конкурсе. Абсолютно верно, потому что все равно вердикт выносит Александр Ревзин. Как ни крути. Страшный человек Александр Ревзин. Вы понимаете, весь вечер сегодня о нем. Его имя незримое, он сам незримо здесь присутствует. На самом деле все очень просто было, допустим, у нас на новой волне. Мы просто морозились от показа костюмов, нам просто очень слабо впер дизайнер наш. И мы сначала морозились от дизайнера, потом от Ревзина. И за день до выступления, здесь Саша спрашивает, Коля, а в чем вы будете? Я говорю, ну, здесь Саша, вот так. После этого ты так и стал ходить. Пой нам, пожалуйста, Николай Серга сегодня сейчас здесь и нам будет петь. Давайте споем эту песню. Кто знает слова, подпевайте. Кто не знает, не подпевайте, чтобы не сбивать тех, кто знает и подпевает. В конкурсах в мире есть много прекрасных, интересных, не очень и вовсе ужасных. Конкурсы людям очень нужны, оттуда выходят первые люди страны. Я на кастинг новой волны пришел, песенку выбрал и спел хорошо. А мне отвечает, ты, дружок, молодец, но вы не певец, ты, мой друг, не певец. Новая волна, новая волна. Вы прошли, и вы прошли, а вы, тетя, на-на. Кто-то поедет к Латвийскому морю, и там будет петь музыкальным обжором. Натой вокальной давить на жюри, а я буду плакать у закрытой двери. Плакать о том, что с телеэкрана не я, передам привет своей маме. Плакать о том, что Игорь крутой не споет эти строчки вместе со мной. Новая волна, новая волна. Вы прошли, и вы прошли, а вы, тетя, на-на-на. Новая волна, новая волна. Вы прошли, и вы прошли, а вы, тетя, на-на-на. На-на-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на. Спасибо. Итак, друзья, новая волна впереди. Мы желаем искренней удачи нашей Оле, нашему Аркадию. Помните, пожалуйста, что телеканал «Украина» будет вести прямую трансляцию с открытия конкурса «Новая волна» и всех концертов. Болейте за Украину, болейте за Олью и Аркадию. Им очень нужна ваша, наша поддержка. Это говорит Украина. Пока. КОНЕЦ